С 1 января 2024 года вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан. Что это за процедура, как она будет проводиться, какие у нее преимущества и насколько это безопасно в плане защиты персональных данных граждан. Обо всем этом в нашем материале. О проведении обязательной процедуры дактилоскопической регистрации граждан рассказала старший инспектор группы миграционной службы отдела полиции Бурлинского района, подполковник полиции Осель Антазеева. С 1 января 2024 года вводится в действие закон о дактилоскопической и геномной регистрации, где будет вводиться обязательная дактилоскопическая регистрация граждан. Регистрация будет происходить при замене удостоверения личности, паспорта, по различным причинам, при утрате документа и так далее. То есть, другими словами, это абсолютно тот же процесс документирования, как обычный, только к нему еще будет добавляться дактилоскопирование. Процесс дактилоскопирования займет порядка 10 минут. Данная процедура, по словам подполковника полиции Оселя Антазеевой, позволит защитить документы граждан. Для этого жителям района необходимо обратиться в ЦОН, либо, если это иммигранты, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на территории нашей страны, то в миграционную службу отдела полиции. Для них процедура проводится на месте. Эти дактилоскопические данные автоматически поступают в базу СМП МВД Республики Казахстан. Какая польза внедрения дактилоскопирования? Это, во-первых, позволит исключить факты незаконного документирования граждан в последующем, защитит документы от подделок. То есть, за последние 10 лет свыше 1000 фактов незаконного документирования выявлено. В связи с этим, опираясь на международную практику, было вынесено такое решение, что необходимо принять этот закон и проводить дактилоскопирование. Здесь, можно сказать, что это упростит даже в последующем процедуру восстановление документов, идентификации личности. Даже в повседневной жизни это даже гражданам ускорит процессы, даже при пересечении границы. Так как данная услуга будет и при пересечении границы, будут те лица, которые не будут дактилоскопирования с 1 января 2024 года, которые не пройдут дактилоскопирование, они, допустим, если не прошли дактилоскопирование, они будут проходить при пересечении границы, в случае пересечения границы. А если они пройдут дактилоскопирование у нас в ЦОНах, в спокойной обстановке, когда они никуда не торопятся, это им ускорит процесс завтра даже передвижения, выезда в другие страны и так далее. Вышеназванная процедура упростит проведение других некоторых процедур, так как так называемый след пальцев будет храниться в биометрических паспортах граждан. К примеру, при наличии отпечатков пальцев в чипе паспорта гражданам не нужно будет сдавать их снова при прохождении границы. Достаточно будет приложить на дактосканер два пальца и личность человека будет верифицирована. С января 2024 года данная процедура станет обязательной для абсолютно всех граждан. Дактилоскопирование ускорит процесс розыска без вести пропавших лиц, личность которых не могут идентифицировать. Целью введения в нашей стране биометрических паспортов является дальнейшее повышение безопасности и качества международных гражданских авиаперевозок, защищенности документов, удостоверяющих личность от подделки, совершенствование процесса оперативной и точной идентификации личности при пересечении государственных границ. Все эти преимущества дают документы с электронными носителями информации. Дактилоскопическая регистрация в случае, если документ удостоверяющий личность получен недавно, может быть также проведена. То есть можно дождаться истечения срока действия удостоверения или паспорта, либо пройти процедуру, не дожидаясь этого времени. В данном случае регистрационные данные отпечатков пальцев будут занесены и храниться в базе данных МВД РК. Это намного упростит передвижение за границу. Так как люди же у нас, мы тем более приграничная территория, наше население, многие выезжают в Россию. А так, в принципе, конечно, это все будет внедряться последовательно. Это не так будет, что 1 января наступило, мы всех должны хором повезти в СОН и Дактилоскопическая операция. Нет, естественно, это все будет делаться совершенно спокойно, по порядку, упорядочно это все будет делаться, по мере обращения лиц это будет делаться. Пока разговоров о какой-то ответственности, административной и так далее, за то, что человек недактилоскопирован, у нас вопрос пока еще не поднимался. Поэтому пока у нас идет, мы будем внедрять этот закон с 1 января. Сейчас Дактилоскопирование идет в тестовом режиме. И сейчас можно прийти сделать это Дактилоскопирование. Сейчас у нас уже началась сама процедура Дактилоскопирования, она началась. Поэтому в тестовом режиме можно прийти, не торопясь, сейчас, когда народу мало. Потому что мы же знаем, что у нас завтра 1 января наступит, закон в действии вступит, и мы все начинаем бежать в ЦОН, звонить, панику поднимать. Поэтому нет, не надо ничего, не паниковать. Просто можно, сейчас уже начинать приходить, можно делать Дактилоскопирование. Процедура Дактилоскопирования бесплатная. При замене или получении документа нужно оплачивать только за изготовление документа. Далее наша собеседница рассказала, насколько безопасна для граждан эта процедура. Может ли произойти утечка персональных данных казахстанцев? И является ли она законной, не ущемляя права граждан? Нет, она Дактилоскопическая информация полностью обезличена. То есть это значит, что в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев. А персональные данные, фамилии, имя, отчество, имя, они отсутствуют. То есть обезличивание происходит автоматически. Согласно статье первого основного закона нашего республики Казахстана, это конституция, значит, республика Казахстан утверждает себя правовым государством. Это значит, что все общественные отношения в сфере жизни регулируются законами. Все, что касается прав, свобод граждан, обязанностей, ответственностей, все определяется у нас законом. Поэтому необходимо отметить, что большинство стран мира уже давно имеют в своем законодательстве обязанность по дактилоскопированию и геномной регистрации. Мы, можно сказать, дактилоскопирование у нас внедрены уже такими компаниями, как Apple, Google, даже iPhone пальчиками мы разблокируем. Поэтому я думаю, что здесь нарушений прав никаких нет. Это международная практика, и основной целью здесь является безопасность граждан. Мы только своим принятием этого закона догоняем развитые и прогрессивные страны мира. Геномная регистрация граждан в тестовом режиме уже проводится в Бурлинском районе. В период с начала тестового режима процедуру дактилоскопирования прошли порядка 30 человек. Майя Амирова, Азамат Бабагужеев, телестудия «Карачаганак».